Здравствуйте! В эфире программа «Время» в студии Екатерина Андреева. Главные события дня. Москва-Вена. Переговоры Владимира Бутина и нового канцлера Австрии Карла Нехамеров-Нова-Огарёва по просьбе Вены за закрытыми дверями без протокольных кадров. О чём говорили лидеры? Теперь по-русски. В Волновахе, освобождённые от неонацистов, дети возвращаются к занятиям в школе. Учиться будут на родном языке. На что ещё обратили внимание в городе иностранные журналисты, которые пытаются рассказать правду своим читателям и зрителям. Отобрали всё и угрожали расстрелять. Спасённые российские моряки судно «Азов Конкорд» рассказывают, как их удерживали украинские националисты в порту Мариуполя, которые освободили силы ДНР. Точный удар. Российская армия уничтожила установки ПВО С-300, которые Украина получила из Европы. И ликвидирован один из главарей запрещенного правого сектора. Школа юного боевика. Чему националисты учили детей? И показания сдавшихся в плен украинских силовиков. Были приказы стрелять по мирным жителям. Новые данные о бесчинствах неонацистов. Ослабить Россию любым способом. Откровение помощника американского президента по национальной безопасности. Как Вашингтон пытается изолировать Москву? Эммануэль Макрон и Марин Лепен определились с участниками второго тура президентских выборов во Франции. Каков расклад сил за две недели до решающей схватки? Цветы и свечи в память о тех, кого замучили гитлеровцы. Траурные церемонии в разных регионах России. В Международный день освобождения узников фашистских консультерей. Третий пол. В Америке теперь официально по паспорту можно быть мужчиной, женщиной и человеком экс. Кто это такой и как далеко уже зашли за океаном в гендерном вопросе? Владимир Путин сегодня принял в своей подмосковной резиденции Нового Агарева канцлера Австрии Карла Нехамера. По просьбе Вены встреча прошла в закрытом режиме, даже без протокольных кадров в начале. Разговор не продлился и двух часов. Известно, что он был открытым, прямым и жестким. Как еще до переговоров сообщил журналистом пресс-секретарь российского лидера, главная тема – ситуация вокруг Украины. Добавлю, что это был первый визит Карла Нехамера в Россию в качестве канцлера. Он вступил в должность в конце прошлого года. Также глава австрийского правительства стал первым лидером страны Евросоюза, который приехал в Россию после начала специальной операции по защите Донбасса. Накануне Нехамер посетил Киев. Иностранные журналисты сегодня смогли сами посмотреть, что происходит и происходило на теперь уже освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Свои истории им рассказывают местные жители, свидетели событий. Отмечают, впервые за долгие годы их дети будут учиться в школе на русском языке. Рассказывают о том, как их обстреливали украинские силовики, как директор школы спасала людей и многое другое. И американский репортер признает – эта женщина – пример для всех женщин мира. Наш корреспондент Константин Панюшкин тоже все увидел. И вот его репортаж. Под присмотром «Тигров» автобус с иностранными журналистами двигается по недавно освобожденным территориям ДНР. Ровно на полпути до Мариуполя сворачиваем страцей в город Волноваха. Его удерживали ВСУ и боевики националистических подразделений. Последствия их присутствия самые плачевные. И вдруг посреди руин неожиданно школа практически не пострадала. Обычно подобные линейки проходят в школах 5 сентября. Но вот здесь полнователь. Звонок первоклашки. Все это происходит 11 апреля, потому что только теперь школа может спокойно работать. Журналисты знакомятся с учениками. Как вас зовут? Каролина. Каролина. Аня. Аня. Ярослав. Все это воспитанники разных городских школ, но теперь они будут учиться вместе. Это единственная почти школа, которая осталась в обычном состоянии. Она принимает дети вообще со всего города. Ну, представляете, да, я родом из Сирии. Я знаю, что такое жить без света, жить без воды, жить без еды. Сочувствую людей тут. Сочувствую людей. Осматриваем город. Съемочная группа арабской редакции британской «Сканьюз» задержалась у частично разрушенной горбольницы. Из Донецка сюда уже доставили электрогенератор. Свет есть, но не хватает врачей. Кто-то в Виннице, кто-то в Днепре, кто-то. Ну, кто где? Так, вы, получается, на травматологию один врач. Ну, пока да. И вот сестра у вас. У меня лучшие, у меня самые лучшие сестры. Все самые стойкие остались здесь. Местные жители тоже остались только самые стойкие. Пойдемте на нашу улицу. Просто вот она рядом, поворот. Посмотрите, все исчезло. Вся улица исчезло. Многие дома уничтожены. И вдобавок всюду не разорвавшиеся боеприпасы. Вот стоит, сказали, но не трогать ее, не надо. Чудо, что хозяева живы. О, пожарище, все, загорело. А я его тушила. Вот, любуйся. А вот подвал, который нас спас. Так это у меня самый шикарный подвал. А все же самый шикарный в школе, которую сегодня показывали иностранным журналистам. В подвале этого здания директор школы спрятала 80 человек. И тем самым спасла людям жизнь. Потрясающе. Как и все, как и все. Здесь разные люди говорят мне, директор сделала то-то, директор сделала то-то. Эта женщина укрыла в подвале 80 человек, пока украинцы стреляли. Это потрясающая женщина. Эта женщина – источник вдохновения для сильных женщин во всем мире. Ее зовут Людмила Аксененко. Ведет по школе. На стенах граффити с цитатами на украинском. И вдруг по-русски. Пушкин. Которого Киев сейчас активно вымарывает из украинской культуры. Пушкин у вас был всегда, да? Да, вот Пушкин. До 24 февраля Пушкин и русский язык в этой школе были полулегальным факультативом для старшеклассников. А для учеников до 9 класса преподавались ничтожно мало, как бы в рамках изучения иностранного языка. Обучение всем предметам, согласно украинским законам, велось на украинском. Теперь, после освобождения, язык преподавания в Волновахе русский. Уже нашлись и учителя, и учебники. Что за учебники? Русский язык, литература. Подготовиться взяла на урок. Завтра первый урок уже? Да. Какие-то элементарные правила, там, жиши, чаща, чушу, это мы все знали. И поэтому сегодня вспомнили, и дальше будем учить. Переход школ на русский язык для Донбасса вообще не проблема. Проблемой были 8 лет принудительного обучения на украинском. Все дети говорили по-русски. Абсолютно. На русском свободно разговаривают тоже, так что... Нам, наоборот, на украинском было тяжелее, а так русский был... Нам намного легче. Наш родной язык, можно сказать, с самого детства. Это районная школа русская. На украинском я вообще не понимал ничего. Не давался нам украинский язык. Но мы живем здесь, мы разговариваем на этом Донбассе. Донбасс русский язык. А нам эту украинскую мову прививали детям. Русский это уже будет как по маслу. И чем больше школьников и их родителей опрашивают журналисты, тем это очевиднее. На украинском так было посложнее. И сейчас будет намного легче. Я, честно говоря, об этом хотел спросить, но не думал, что ты сам заговоришь об этом. Ну, потому что разговаривают дома родители все по-русски. Мы на русском с друзьями так общаться дома. Так легче на русском общаться. А в школе где-то в таких местах надо на украинском общаться. Ну, это тяжелее просто. Как вы это сможете заработать, помножить и поделать. И нам так как-то объясняли. А по-русски как? А по-русски? Ну, как вы это можете сделать? Ну, это легче договориться просто. Уроки начнутся завтра. Скоро взамен полиэтилена поставят стеклопакеты, а потом отремонтируют и наиболее пострадавшие классы. Может, так его оставить, чтобы, знаете, как напоминание о том, что было? Нет, не хочу. Этого не хочется, понимаете, даже вспоминать. Все восстановим. Собственно, так же, как и всю Волноваху, в городе не стреляют всего 3-4 недели. Но иностранные репортеры, побывавшие здесь сразу после завершения боевых действий, уже местами не узнают город. Только что освободили. Тут где стоим, были везде обломки. Тут стоял народ в очереди, толпа, за помощь. Я не узнаю этот город. Я в шоке. Реально в шоке. Константин Панюшкин, Юрий Шолмов, Андрей Морозов, Нина Хорева, Кирилл Логинов. Первый канал Волноваха. Порт Мариуполя перешел под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня в эфире Первого канала в программе «Большая игра» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, удалось спасти экипажи нескольких судов, которые удерживали нацисты. Рассказал лидер ДНР и о ситуации на заводе «Азовсталь». Касаемо порта Мариуполя, то есть он сейчас находится уже под нашим контролем. Боевики взяли у заложники два иностранных судна. Судьба экипажа пока остается под вопросом. Перед этим нашим подразделениям удалось эвакуировать с других судов, в том числе иностранных. Экипажи сейчас находятся в безопасном месте в Донецкой Народной Республике. Что касается «Азовстали», ситуация остается напряженной, но можно сказать, что она меняется в сторону того, что противник начинает паниковать и предпринимает различного рода действия, попытки эвакуироваться своими силами по поводу судна, на котором они должны были эвакуироваться по морю. Перед этим непосредственно попытки отправить вертолеты и с помощью вертолета эвакуировать руководство «Азова». Но ни одна попытка, по сути, не увенчалась успехом. Среди спасенных моряков в порту Мариуполя и россияне экипаж сухогруза «Азов-Конкорд». Его неонацисты фактически взяли в заложники, отобрали телефоны, документы, а выход в море заминировали. Сейчас команда уже в безопасности, в Донецке, и сегодня моряки рассказали журналистам, с чем им пришлось столкнуться. Репортаж Евгения Лямина. Мам, жду не дождусь, когда домой, когда Махатуньку увижу с Олей. Люблю их очень. Ладно, мам, я отключаюсь, а то заплачу сейчас тоже. И не плачу. Когда связь пропала, мы не знали, места себе не находили, не знали, что делать, что случилось. Мы уже не надеялись их увидеть живыми. Спасибо нашим ребятам, нашим войскам, которые спасли наших ребят. Спасибо им огромное, спасибо героям, самые настоящие. Второй помощник капитана сухогруза «Азов-Конкорд» Александр Коваленко звонит домой. Родителям уже все в Донецке, в безопасности. До этого 20 дней без связи. Родные членов экипажа не знали, что с ними. Связь оборвалась неожиданно, когда 24 марта на борт сухогруза ворвались боевики бандформирования «Азов». В момент, когда они забежали к нам судно, я находился в столовой, вышел на лопу, только выглянул, у нас там получается трап, лестница подниматься, только туда выскочил, меня сразу автомат направили, поднимаясь сюда и уложили лицом в пол. У экипажа вынесли документы, ноутбуки, телефоны, ну то есть как бы ограбили, можно так сказать. Обещали вывезти на «Азов-Сталь», раздеть, под расстрел российским кормлям. Радиоаппаратуру побили, нас не били, но всех положили лицо вниз, подулами автоматов, а меня надели наручники. В этот момент, что это уже все. Вспоминали детей, жен, матерей. Боевики уничтожили все оборудование, радиосвязь, навигацию, вынесли часть продуктов. До этого месяц моряки находились фактически в заложниках. Сухогруз, как и остальные гражданские суда, был заблокирован в порту, но была связь. Должны были погрузить металл и взять курс на Грецию. Выйти в море не успели. Минирование происходило утром, было светло, украинский военный корабль, маленький корабль. Мы просто скидывали мины, выставляли их. То есть одна даже павла, которую мы видели. Экипаж 14 человек, 12 россиян и двое граждан Азербайджана. На соседние суда, говорит старбом, боевики не поднимались. У нас стояло несколько кораблей, вот именно в данной территории порта. Там везде был экипаж Украина. У нас единственный был экипаж Россия. Ну, возможно, поэтому. Они говорили, что мы корректируем российские корабли, чтобы они стреляли. Ну, хотя, как мы можем корректировать. Ну, может быть, был просто предлог. Ограбив моряков, боевики ушли. Покинуть сухогруз экипаж не мог из-за боев в порту. День, например, прожили хорошо. Ночь, готовимся к хуже. Мы не знаем, потому что кто к нам придет, что придет. Ночь еще хуже. Когда обстрелы, все находились в машинном отделении, прятались. Их спасли разведчики, поднялись на борт и вывели, как стало возможно, совместная операция подразделения российских вооруженных сил и народной милиции ДНР. Когда наши парни, разведка, подошли, готовы были обнять, расцеловать. Это самый запоминающийся день, когда наши парни подошли. Мы поняли, что будем жить. Поскольку сухогруз должен был идти в Грецию, продовольствие загрузили на месяц. Было запас воды. Ежедневный паек максимально урезали. Было неизвестно, сколько придется держаться. Боцман делился, подкармливал котят. Так на борту появился 15-й член экипажа. Только принес эту суп им. Она выскочила и запрыгнула ко мне сама на колени. Те котята испугались, не подошли даже. Она сама запрыгнула. Я говорю, ну раз ты запрыгнула, значит будешь нашим членом экипажа. Теперь, говорят, будем всегда ее брать с собой. С первого дня стоит на довольствии. На вопрос, в какой должности принятого экипажа сухогруза, отвечают, ввели новую. Антистресс. Когда бомбят сильно, разрывы, она так прижмется, утнется носиком. И легче становится. Сердечко ее слышишь, бьется. Ну, конечно, очень помогла. Очень помогла. Евгений Лямин, Игорь Клецков, Дмитрий Кучерявец, Светлана Ведяшкина и Сергей Филиппов. Первый канал. Донецкая Народная Республика. Российские военные уничтожили четыре пусковые установки С-300, которые Украина получила от одной из европейских стран. Об этом сообщили в Минобороны. Удар по комплексам, которые находились на южной окраине Днепропетровска, был нанесен крылатой ракетой «Калибр». Из какой именно страны Киев получил эти установки С-300, наши военные не уточнили. Но на прошлой неделе власти Словакии заявили, что передали Украине как раз такую систему. И еще о ходе операции на Украине. Российскому спецназу в окрестностях Изюма, это в Харьковской области, удалось лаквидировать одного из главарей запрещенного в нашей стране правого сектора. Речь о Тарасе Бабаниче, который с 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе и лично отдавал приказы об обстрелах жилых кварталов в Донецке и Луганске. Минобороны подчеркнули, что Бабанич виновен в смерти сотен жителей ДНР и ЛНР, в том числе детей. Он же был одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы и лично участвовал в убийствах русскоязычных на Украине. И вот что еще сообщили сегодня в Минобороны России. Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов-Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидова Донецкой области уничтожены украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированные скопления вооружений и военной техники и до 40 человек украинских националистов. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор». В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасное, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава вооружения и военной техники. Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения. И сегодня же российские военные освободили стратегически важный населенный пункт. Это село Каменка на юго-востоке Харьковской области. Там был один из самых укрепленных рубежей украинских силовиков. Бой был напряженным. Наши танкисты западного военного округа проявили героизм и отвагу. Прямо на передовой им вручили ордена мужества. Российские военнослужащие рассказали, как происходило это сражение. Зашли на минное поле, подорвались. Но танк был еще боеспособен, и мы пошли дальше. Ушли на опушку леса, наблюдали, увидели вражеский БТР, подбили его. Уничтожил минометный расчет. Когда уже закончились снаряды, с последнего снаряда, прицелился и попал. Идали по нам, где мы стояли, где мы наступали, в эту деревню. Они били этим минометным расчетом. Каждый день рискуют жизнью, и наши саперы, такая у них работа без права на ошибку. Служба, требующая и самоотверженности, и высочайшего мастерства, а еще стальных нервов. Опасных находок множество и на земле, и вброшенные националистами боевой техники. И каждая обезвреженная мина – это шаг к новой мирной жизни. О чрезвычайно важном войском призвании наш корреспондент Алексей Иванов. Взрыв посреди распаханного поля и очередной неразорвавшийся снаряд уже не опасен. Так работают саперы инженерной бригады Южного военного округа. На освобожденной от неонацистов территории Украины они находят и уничтожают мины, гранаты и уцелевшие боеприпасы. Гидро, обнаружен реактивный снаряд. Уничтожение на месте. Головная часть от реактивного снаряда системы «Ураган» вошла глубоко в землю. Снаружи торчит только кассетная часть. Выкопать и отвезти на полигон не получится. Взрывать надо на месте. Разминирование проводят бойцы инженерного подразделения, все позывные у которых из греческой мифологии. Гидро, я Хелеск. Производство взрыва готов. Последовательность действий четко отработана. Огнепроводный шнур подцеплен к взрывчатке. Сапер с позывным «Ахиллес» выдергивает чеку на воспламенителе. Спокойствие у бойца железное. Во время таких ответственных манипуляций даже что-то напевает. Пяти минут, пока дымится шнур, достаточно, чтобы отойти на безопасное расстояние. Вот это один из многочисленных танков, которые ВСУ бросили во время отступления. Т-72 находится на трассе возле Мелитополя. Изначально танк вообще стоял на этой полосе и мешал движению. Его немного сдвинули. Внутри у него нет аккумуляторной батареи, но есть полный боекомплект. Это выяснилось, когда танк осматривали наши саперы. Под башней смертоносный заряд, осколочно-фугасные, кумулятивные снаряды пробивают броню. Саперы могут подорвать их вместе с танком, но тогда трасса будет разрушена. Подающая лента повреждена. Тем самым нашим саперам затруднено вытащить весь боекомплект. В данном случае необходимо вызвать ремонтную аукционную службу для того, чтобы зацепить этот танк и утащить непосредственно уже на полигон для дальнейшего уничтожения. Заметив эту брошенную БМП, тактическая инженерная группа сначала проводит разведку. С помощью металлоискателей метр за метром саперы проверяют территорию. Да и сама бронемашина может быть заминирована. Снаружи все чисто, а вот внутри нет. Вот эту вот украинскую боевую машину пехоты с характерной пиксельной окраской. Наши военные обнаружили на краю поля уже засеянного пшеницы. Машина абсолютно целая, но технически неисправна. Видно подтеки масла. А внутри саперы обнаружили целый боекомплект. Вот такие противотанковые гранаты. Здесь их целый арсенал, около 40 штук. Военные их аккуратно вынимают и складывают для того, чтобы после уничтожить. Именно для мирных жителей это очень опасно, потому что возможности работы диверсионных групп подтверждают, что они могут эти боеприпасы использовать для фугасов, для самодельных взрывных устройств. Снаряды решено уничтожить на месте накладными зарядами. Взрыв обещает быть громким, так что саперы и журналисты отходят как можно дальше. Вот так на воздух взлетает весь боекомплект этой БМП. Взрыв направленный, осколки летят в поле. Выходных у этой инженерной бригады не бывает. Задача военнослужащих обезвредить на мирной территории все опасные находки, чтобы они уже точно никому не причинили вреда. Алексей Иванов, Валентин Стуканок, Первый канал, Запорожье, Украина. Старший лейтенант Саран Жусупов, сержант Анатолий Кишканов и рядовой Алексей Непомнящих. Их группа обезвредила более 15 самодельных взрывных устройств и десяток противотанковых мин. В ходе спецоперации они разминировали около 600 километров дорог, обеспечив продвижение российских войск. И еще один герой, о котором рассказывали в Минобороны, сержант Василий Верхушкин. Охраняя склад боеприпасов, обнаружил диверсионно-разведывательную группу. Верхушкин доложил обстановку и открыл огонь. Один против 20 националистов. Даже раненый вел бой до прибытия подкрепления. Для тех, кто получил ранение в ходе специальной военной операции на Украине, в Москве открыли первый реабилитационно-образовательный центр. Он работает в филиале госпиталения Вишневского. Там используют самые современные методы, в том числе тренажеры с обратной биологической связью. Параллельно с процедурами все желающие могут освоить новую воинскую специальность и после выписки продолжить службу. Сегодня в центре побывал замминистра обороны Николай Панков. Он вручил особо отличившимся военнослужащим государственные награды и поблагодарил всех за мужество при выполнении воинского долга. Теперь о новых свидетельствах бесчинства украинских националистов. В освобожденных районах Донбасса люди никогда не забудут, как боевики пытались использовать их в качестве живого щита, как прикрывались женщинами и стариками. Благородства от нацистов никто и не ждал, ведь последние годы они держали мирных жителей в страхе и сеяли ненависть, в том числе среди детей. Как в приюте для сирот учили убивать. В репортаже Гусейна Гусейнова. Бегает один азовец, за ним несколько детей с автоматами и тащили этот дживелинг. Как они не надорвались с ним, непонятно. Жители Мариуполя рассказывают новые подробности о бандформировании Азов. Оказывается, 8 лет оно курировало Мариупольский детский центр «Пилигрим». В этот приют попадали дети из неблагополучных семей и беспризорники. Кураторство на манер азовцев – это не подвоз игрушек и учебных принадлежностей, а школа юного боевика. Из девочек растили снайперов, мальчишек обучали военному искусству. Если этого пацана воспитать, то он вроде 15-летний, а что скажут, что он и сделает. Такое впечатление, что они под наркотиками были. Что они им там, может, таблетки какие-то давали, я не знаю. Горожане говорят, после того, как началась специальная операция, обитатели приюта по приказу кураторов поджигали дома с мирными жителями. Держачек мы не смогли достать. Мы выбежали из бомбоубежища, получается, а они второй и третий этаж. А там уже полыхает, мы в куртках пытались пролезть. У меня уже ЖЭК, ну МЧСник, говорит, сейчас задохнемся. В самом детском приюте боевики держали оборону до последнего. А когда поняли, что не справляются, бежали. Воспитанников забрали с собой. Вот, например, бойница, огневая точка была оборудована прямо на первом этаже детского приюта. Прикрываться детьми националистическим бандформированием не впервой. Накануне в Херсонской области наши военные обнаружили командный штаб Вооруженных сил Украины, который располагался в здании действующего детского сада. Оно было полностью переоборудовано. По периметру огневые точки, окопы и блиндажи. Есть даже место, где обучали подрывному делу. А рядом были дети. По данным мирных жителей, находились они здесь с 2014 года. Здесь проходили подготовку инженерно-экспециального. Что указывает на то, что здесь установлены взрывные устройства. А это еще одно доказательство того, что безопасность мирного населения для подразделений Украины уж точно не на первом месте. Жители просят военных не минировать улицы. Но люди в камуфляже продолжают делать свое дело. О том, что мирное население для боевиков ценно лишь как объект для кровавых инсценировок, говорят сдавшиеся в плен сотрудники Нацгвардии Украины. На допросе они рассказали, как получили приказ расстреливать жителей рубежного. Был приказ стрелять на поражение любого движущегося человека. Без разницы, мирно это не нужно. Потом в какой-то момент привезли туда людей. Там были и женщины, и мужчины. Всех выстрелили перед нами. Нам был отдан приказ всех их расстрелять. Мы отказались от этого страшного приказа, так как мы не можем расстреливать мирно. Это был очень страшный момент. За отказ от приказа нас посадили в яму. Отказавшись выполнять такой приказ военных, возможно, ждала та же участь. Но им удалось бежать и сдаться в плен народной милиции ЛНР. Рассказывая это, солдаты сидят за столом, без наручников. На них нет ни одной царапинки. Украинская сторона относится к пленным иначе. Просто расстрел считается там, по-видимому, легкой смертью. Вот фотография распятого на стальном противотанковом еже солдата. Судя по всему, сначала его приковали и долго пытали. А потом и вовсе сожгли заживо. Нечто подобное делали с пленными во время Второй мировой отряды украинской постанческой армии. И сегодняшние украинцы, пользователи социальных сетей, оставляют под фото извительные комментарии. На войне все средства хороши. Выражения, которые на Украине, видимо, воспринимают слишком буквально. Настолько, что открывают огонь даже по гуманитарным и медицинским конвоям. На этих кадрах оператор противотанкового комплекса дает залп из оружия по белому грузовику с красным крестом на кузове. И, судя по диалогу, военные прекрасно понимали, что делают. Видео, к слову, выложил у себя в соцсетях посол Украины в Австрии Александр Щерба. Гусейн Гусейнов, Фарид Муслимов, Николай Волков и Дмитрий Матюшин. Первый канал. Луганская Народная Республика. И еще об одном видео. От такой социальной рекламы на Украине именно так назвали ролик о торопе. Это уже не просто русофобия, а прямой призыв к насилию и нечеловеческой жестокости. Женщина-вышиванки серпом перерезает горло мужчине в тельняшки. Украинский с английскими субтитрами звучит текст о кровавой жатве, который собирает некий древнеукраинский бог. Аналогии очевидны. Подобно снимали террористы, запрещенные в России ИГИЛ. Их ролики были уже не постановкой, а страшной реальностью. На этом видео малоизвестная актриса из-за Львова. Следственный комитет России намерен возбудить против нее уголовное дело. Есть данные, что спонсоры этой преступной видеоподелки за океаном, это так называемая Украинская женская национальная лига Америки и русофобская часть украинской диаспоры в Нью-Джерси. Цели и средства. Политическая верхушка Америки демонстрирует свое истинное желание ослабить Россию любыми способами, любой ценой. Украина как плацдарм и инструмент для этой борьбы. Во всяком случае, помощник американского президента обозначил позицию именно так, а не дипломатических способах решать проблемы. В репортаже Анатолия Лазарева. Если бы Джейк Салливан сидел за покерным столом, то про него сказали бы, что он играет в открытую своими картами, вернее, геополитическими картами США. Помощник американского президента в эфире телеканала NBC прямым текстом объяснил, какие цели Вашингтон ставит перед собой на Украине. В конечном итоге мы хотим видеть свободную и независимую Украину, ослабленную и изолированную Россию и более сильный и сплоченный Запад. Мы считаем, что все эти цели вполне достижимы, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы поддержать Украину и добиться поставленных целей. Вот только по мнению экспертов, цели эти неравнозначны. Главное – давление на Россию. Остальные даже и не цели, а скорее средства. Соединенные Штаты не рассматривают Украину как независимую страну, а рассматривают ее как лишь собственный инструмент в борьбе против России. И нынешняя политика США нацелена на то, чтобы, по сути дела, воевать до последнего украинца в стремлении максимально ослабить Россию геополитически, экономически и даже военными средствами. Поэтому Украина для Соединенных Штатов – это просто инструмент борьбы против России, инструмент в американской стратегии по реставрации глобального лидерства Соединенных Штатов. Это расходный материал, можно сказать, в реализации данной стратегии, а не независимая страна. Изолировать Россию у Вашингтона, по мнению экспертов, не получается. Да, Запад наложил масштабные санкции, прекращает отношения. Но у Света четыре стороны. Есть еще восток, север, юг. Объединенный Запад – это и далеко еще не все человечество. Это так называемый «золотой миллиард», но на Земле проживает свыше семи миллиардов человек. И мы видим, что огромная, значительная часть, большая часть так называемого «не Запада» на самом деле совершенно не желают изолировать Россию, порывать с ней связи, только потому что это им приказали в каких-то вашингтонских, брюссельских или каких-то иных западных кабинетах. Решение на Украине принимают неукраинцы. Постепенно это становится очевидным и для европейских журналистов. Корреспондент Паримач провел восемь дней с французами, которые хотели воевать на стороне Украины. Все мы были удивлены, когда поняли, что в украинской армии решение принимают американцы. Как минимум в части подготовки иностранцев и вступления их в украинскую армию. Нами занимался ветеран войны в Ираке. Конечно, формально он не представляет армию США, но американские отпечатки там везде. Я думал, что побываю в интернациональной военной бригаде, а встретился с Пентагоном. Очень похоже на афганский сценарий. Для борьбы с советскими войсками американцы там вооружали маджахедов, а спустя десятилетия получили от них 11 сентября. Теперь НАТО на Украине тренирует националистов. Одна только Канада вложила в это колоссальные деньги. Канада потратила почти миллиард долларов на обучение украинских сил с 2014 года. Солдаты полка АЗОВ, известного своими связями с крайне правыми, прошли эту подготовку согласно документам, проанализированным Радио Канады. Министерство национальной обороны Канады официально отрицает участие в подготовке членов полка АЗОВ. И Министерству национальной обороны можно было бы поверить, если бы не вот эти три фотографии. Вот рядом с канадскими инструкторами человек с гербом АЗОВа на шевроне. Он очень похож на символ, который использовали гитлеровцы. А на этой фотографии в кадр попал знак 14-й дивизии ВАФНСС. Фотографии, сделанные в учебном центре в украинском Золочеве. Джейк Салливан в интервью сказал, что США делают все возможное, чтобы снабдить Киев необходимым оружием. От прямого ответа на вопрос, будут ли Вашингтоны союзники поставлять не только оборонительное, но и наступательное вооружение, помощник президента США ушел. Впрочем, за него недвусмысленно высказался глава дипломатии Евросоюза Боррель, говоря о выделении дополнительных 500 миллионов евро Украине на оружие. Обычно войны выигрываются и проигрываются на поле боя. Когда дипломат хочет решать вопрос не за столом переговоров, а на поле боя, это уже диагноз. Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством Соединенных Штатов, в этом нет никаких сомнений, стал проводить после начала нашей специальной военной операции. Политики, которые отражают озлобленность, в чем-то даже остервенелость, из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал. А Россия в силу своей истории, своих традиций, подчеркнул Лавров, одна из тех стран, что никогда не займет подчиненное положение. Анатолий Лазарев, Евгений Стефанчук, Елена Штокова, Кирилл Данилов. Первый канал. Сегодня наши коллеги, работающие в Европе и Америке, заметили, что из западной прессы совершенно пропала тема удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 50 человек. Вот, например, передовицы британских газет «Ни слова о трагедии». Хотя еще в пятницу западные СМИ активно писали о ней и пытались обвинить во всем Россию. Возможно, такой внезапный приступ молчания связан с тем, что было опубликовано фото с серийным номером ракеты «Точка-У», который служит лишним доказательством. По людям в Краматорске стреляли украинские силы. Ракетами той же серии, но нацисты ранее неоднократно били по другим городам Донбасса. Кроме того, напомню, в России комплексы «Точка-У» уже несколько лет полностью сняты с вооружения. Специалисты определили и направление, с которого был нанесен удар. Те территории контролирует Киев, и пуск могли осуществить только вооруженные силы Украины. Венгрия готова платить за российский газ в рублях. Об этом заявил сегодня глава венгерского МИДе Петер Сеярто в куларах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Соглашение между российским поставщиком газа и его венгерским партнером допускает изменения валют и платежа, отметил Сеярто. По его словам, оплата в евро будет поступать на счет венгерской компании в Газпромбанке и конвертироваться в рубли. Такую рабочую схему, напомню, предложила европейским потребителям Москва. Глава венгерской дипломатии также подчеркнул, что Будапешт против эмбарго на поставки российских нефти и газа. Правительство России уже на следующей неделе должно представить предложение по индексации пенсии и социальных выплат. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам совещания по социально-экономическим вопросам, которое прошло в середине марта. Президент потребовал сделать доступные меры поддержки для семей с детьми, а к 1 июля главе государства должны представить доклад о работе по стабилизации ситуации в регионах. В том числе Кабинет министров должен обеспечить наличие достаточного количества товаров первой необходимости и лекарств. Кроме того, Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на поддержку предпринимателей и развитие импортозамещения. О том, как обеспечить людей необходимыми лекарственными препаратами, говорили и на совещании в правительстве. По словам Михаила Мишустина, в России упростят порядок регистрации иностранных лекарств, а также поддержат отечественных фармпредприятий. Кроме того, больницам и поликлиникам выделят дополнительно 35 миллиардов рублей на помощь пациентам по системе ОМС. Еще один важный вопрос – подготовка высококвалифицированных инженерных кадров. В условиях санкций России необходимо в кратчайшие сроки достичь технологической независимости, подчеркнул премьер. Правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны. Молодые специалисты должны перенимать знания и умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса. В целом, на эти задачи в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие» в течение трех лет предусмотрено значительные средства – свыше 36 миллиардов рублей. Мы в вузах создаем так называемые передовые инженерные школы, и мы их делаем не абстрактно, а именно в партнерстве с нашими высокотехнологичными компаниями, например, такими как Яндекс, Ростех, РЖД, КАМАЗ, Синара – там, где высокий уровень компетенции, международного уровня. И цель состоит в том, чтобы такие высококвалифицированные выпускники региональных вузов, которые пройдут обучение по этим инновационным программам, они остались работать в своем родном регионе на предприятиях конкретного промышленного сектора экономики. Во Франции продолжает закручиваться большая политическая интрига. Во второй тур президентских выборов предсказуемо вышли действующий глава государства Мануэль Макрон и лидер ультраправой партии национального объединения Марин Лепен. Но вот кому из них отдадут голоса сторонники Жан-Люка Меланшона – большой вопрос. Сейчас по опросам у главных соперников минимальный отрыв – 51% против 49%. Лепен обещает за пять лет привести страну в порядок. Макрон говорит о единстве на благо страны. Но сегодня ночью граждане Пятой Республики в некоторых крупных городах громили и жгли все, что попадалось под руку. Такое вот единство. Иван Благой следит за развитием событий. Мы этого не хотели, но теперь предстоит выбирать меньшее из двух зол. Оба варианта одинаково ужасны. Каждый по-своему. Выбор нужно делать, и он зависит от вашей совести. То, что пришедший третьим ветеран французской политики Жан-Люк Меланшон призовет не отдавать ни одного голоса Марин Лепен, было ожидаемо. Многие обратили внимание на другое. Меланшон в своей речи ни разу не упомянул Макрона. Толпа скандирует «не Макрон и не Лепен» в городах Рена-Леон. Этой ночью, недовольной итогами первого тура выборов, строили баррикады и громили витрины. По сообщениям прессы, досталось и комиссариату полиции. За пять лет этот Макрон разрушил все. И вот он снова во втором туре. Нам все чертовски надоело. Мы сыты по горло. Мы злимся и выражаем свою злость поджогами и погромами. Снижение уровня жизни, инфляции, неподъемной цены на энергию. Все нарастающие издержки антироссийских санкций. Пять лет назад большинство избирателей левых во втором туре отдали голоса за Эммануэля Макрона. Сейчас по опросам более половины электората Меланшона в принципе не желают поддерживать ни Макрона, ни Лепен. Другую половину этот вопрос расколол. Всего речь о почти восьми миллионах голосов. Возможно, решающих на этих выборах кандидаты за них будут биться. Я призываю всех тех, кто в течение шести лет и до сегодняшнего вечера посвятил себя работе вместе со мной, преодолеть разногласия и объединиться в большое политическое движение единства на благо нашей страны. Казалось бы, день сурка. Макрон и Лепен во втором туре. Электорат консолидируется под лозунгом «Кто угодно, только не правый» и «Здравствуй, второй срок месье президента». Но легкой прогулки для Макрона, несмотря на лидерство по итогам первого тура, похоже, не будет. Согласно опросу платформы ЮГОВ, действующий президент во втором туре побеждает. Но с минимальным перевесом 51% за Макрона против 49% за Лепен. Никогда ее шансы на власть не были столь высоки. В штабе Лепен ночью откупоривали шампанское под названием «Президент Марин». Системная слабость. Эммануэль Макрон пять лет назад, ставший самым молодым президентом в истории Франции, во второй тур проходит благодаря избирателям старше 65 лет. Это единственная возрастная группа, в которой лидирует действующий глава государства. При этом Марин Лепен на первом месте по поддержке среди тех, кому от 35 до 64. То есть среди тех, кто и вращает жернова экономики Франции. Отсутствие уверенности в победе Макрона во втором туре заставляет союзников нервничать. Когда дело доходит до НАТО, Лепен вызывает тревогу своими заявлениями о желании вывести единственную ядерную державу Евросоюза из интегрированной командной структуры Альянса, чтобы больше не быть вовлеченной в конфликты, которые не являются нашими. И снова значительное отличие от выборов 2017 года. После Брекзита Франция не только единственная ядерная держава в ЕС. Это еще единственная страна Евросоюза, постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето. Поэтому и в Берлине, и в Брюсселе крайне обеспокоены. Никаких округлых дипломатических фраз, все прямым текстом. Я надеюсь, мы не увидим Лепен в Европейском Союзе в качестве президента Франции, поскольку это будет не только отступлением от основных ценностей ЕС, но и полностью изменит его курс. Французы должны это предотвратить. Я считаю, это самое главное. Глава Митлюксембурга говорит ни много ни мало о политической гражданской войне во Франции. В Белом доме также внимательно следят за ситуацией. Конечно, для Вашингтона победа Лепен была бы катаклизмом. Она всегда выражала симпатию Путину. То есть Макрон в ближайшие две недели, очевидно, может рассчитывать на серьезную внешнеполитическую поддержку. Тем не менее, эксперты американского аналитического центра «Атлантический совет» констатируют, политическая система Франции в руинах, ультраправые и ультралевые, вместе набирают 53% голосов. Традиционные силы республиканцы и социалисты фактически превратились в политическое ничто. Чем все это обернется для будущего ЕС, предсказать крайне сложно. Иван Благой, Дмитрий Волков, Дмитрий Малышев, Первый канал. Итоги президентских выборов подводят и в Южной Осетии. В Центрозбиркоме Республики уже объявили о необходимости второго тура. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей. После обработки 95% бюллетеню и действующего президента Анатолия Бибилова 33,5%, у руководителя политической партии Нехас Алана Гоглоева на 3% больше. По данным международных наблюдателей, голосование прошло при высокой явке и без нарушений. Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 45-го в одном из самых жестоких в Бухенвальде произошло восстание. Всего за годы войны через лагеря смерти прошли почти 20 миллионов человек. Большинство из них погибли. Те, кто выжил, до сих пор не могут без слез вспоминать все ужасы, через которые пришлось пройти. Их свидетельство в материале Алексея Кручиня. Вера. Так назвали ее уже после войны. Своё настоящее имя она не помнит. Концлагерь его стер. Зато помнит в деталях, как фашисты у нее на глазах сожгли в бараке мать, а позже казнили отца военнопленного. Я вижу отца, вешают вот так, веревка спиной к нам. Я кричу, папа, он оглянулся вот так только. Немец, как из-под него пенет эту баретку, и он повесил, повис. Ох, я кричала. А сироту нацисты приберегли. Концлагерю нужен был материал для экспериментов. Брали кровь у нас и какие-то уколы. Однажды делали уколы, у нас у всех зубы выпали. От этих уколов. Потом врачи рассказали, Вера Георгиевна стала жертвой изуверских генетических испытаний. Все трое ее детей из-за этого рана умерли. Последняя 36-летняя дочь. Потом не выдержала сердце у мужа. Пенсионерка с внуком остались вдвоем. Непокоренные. Это узники. Непокоренные. Узники. Вот на фотографии маленький Саша залетела. У пятилетнего ребенка не по детски хмурый взгляд. Позади лагерь Саласпил с подригой. Зловещая фабрика по снабжению нацистов детской кровью. Там было СС. Летчики были. Им нужна была молодая кровь переливания. Раненые были. Кого забирали, тот уже был. Умирал сразу. Выкачивали полностью. Отступая, фашисты бросили умирать в бараке сотню истощенных ребятишек. Саша выжил. И потом всю жизнь, даже в благополучные времена, испытывал мучительное чувство голода. О котором, не сговариваясь, рассказывают все бывшие узники концлагерей. Рады были, конечно, как кожурки, если мы найдем там, как солнышку радовались. Нам давали иногда очистки от картошки, там что. Иногда, значит, какой-то хлеб, рзац хлеб. Это немножко муки и опилки. И вот это, значит, питались. В концлагере Подорж Иваня Старовойтов заболел кифом, но маленький организм отчаянно цеплялся за жизнь. Сегодня Иван Петрович на поклонной горе, у памятника трагедия народов. Среди живых, которые чествуют мертвых. День хмурый и дождливый. А сколько таких было, когда холодная вода лилась с потолков гнилых бараков на измученных людей? Для нацистов это не люди. Так, расходный материал. Кого-то убить, кого-то в рабство. Но на самом деле, в отличие от своих мучителей, люди как раз они, способные даже в последние мгновения перед смертью проявлять лучшие человеческие черты. Готовность защищать и стойкость. Вот мама закрывает сыну глаза рукой, чтобы он не видел всего этого кошмара. А отец пытается прикрыть ребенка от пуль. Памятные мероприятия по всей стране. Во Владивостоке узников чествуют у монумента генералу Карбышеву, которого зверски замучили в Маутхаузене. Жители Ленинградской области собрались в Гатчине. В здешних лагерях надзиратели погубили 80 тысяч пленных. Уже готов проект мемориального комплекса, который откроют в следующем году. В память об убитых и тех, кто не выдержал издевательств. Надо было вот так намыть эту корыто, что если немец придет и проведет тряпкой белой. Если там хоть пылинка плучит на этой тряпке, то получишь плеткой. Дети без детства. Вместо игрушек и родительской ласки увидевшие нацизм во всей красе. Они тогда не понимали, за что их мучают, обескровливают и морят голодом. Это и сейчас нельзя понять. Ведь вся их вина состояла в том, что малыши были русскими. Алексей Кручинин, Борис Леонов, Алексей Душенков, Татьяна Бычкова, Светлана Костина, Софья Яцко, Юлия Ходорова и Федор Юрасов. Первый канал. Шесть человек погибли при взрыве газа в подмосковном ступени. Эту информацию уже подтвердили в Следственном комитете. Среди жертв трое детей. Основные версии происшествия – неисправность оборудования и утечка газа. Взрыв прогремел рано утром на четвертом этаже. В результате четыре квартиры полностью разрушены. Еще несколько существенно повреждены. Жители эвакуировали. Решается вопрос о возможности восстановить дом. Все условия для проживания будут предоставлены. В гостинице она находится здесь. Также мы по имуществу и по всем необходимым мероприятиям в части внимания, заботы окажем. Спасатели сегодня поставят струну, оборудование, которое позволит определить степень аварийности дома. С большой долей вероятности сейчас говорят о том, что в четырех и шести подъездах к вечеру уже можно будет заехать и жить. Но в любом случае мы должны исключить аварийность дома и обеспечить безопасность жителям. Всего пострадали 20 человек. Шестеро доставлены в больницу. Двое из них в тяжелом состоянии. Пострадавших навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пожар был, мы боялись, что мы сгорим. Рядом девушка, она свалилась с пятого этажа, и был пожар. И вот мы с ней как-то выбирались. Ну, слава богу, приехали МЧС, хоть потушили его быстро, нас эвакуировали. Тоже неплохо. Он на себе нас и меня вынес, и ее... Спасли. Да, да, они молодцы, конечно. Американский треугольник. Мужчина и женщина были, но вмешался экс. В Соединенных Штатах начали выдавать паспорта нового образца, но уроков в школах детям рассказывают, что делать, если вдруг надоест быть мальчиком или девочкой. Америка разделилась. Консервативные Штаты против обсуждения в детсадах и школах таких вопросов либеральные за. А Минздрав Америки пошел еще дальше и предлагает лишать родителей прав, если вдруг они против смены пола своего ребенка до совершеннолетия. То есть пиво до 21 года нельзя, а сложнейшую операцию, которая навсегда все изменит, можно? Георгий Алисашвили разбирался в сути вещей. Это раньше природа решала М или Ж. Но сперва трансгендеры в Штатах добились права записывать себя мужчинами или женщинами по собственному усмотрению, а теперь небинарные личности, то есть которые и не те, и не эти официально легализовались. Так в американском паспорте появился третий пол экс. Это великая победа, которая позволит нам по-настоящему идентифицировать себя с теми, кем мы являемся. Кто-то из нас может по-прежнему говорить, пока на данный момент и мужчина, и женщина. Но теперь у многих из нас есть возможность называть себя теми, кто мы есть. Ради нетрадиционного удостоверения личности ветеран ВМФ Дэна Зим 8 лет судились с властями. Именно судились. Я не оговорился. Множественное число. Не он или она. О себе такой человек просит говорить о ней. Мы встречались с мужчинами, и мы встречались с женщинами. В продолжении популярного сериала «Секс в большом городе» к подругам бальзаковского возраста добавили небинарную героиню. А чтобы окончательно раскрепостить и без того толерантных манхэттенских дам, их дети теперь размышляют, не сменить ли пол. И что, все в школе теперь зовут тебя Рок, даже учителя? Да, они совсем не против. Кино едва поспевает за жизнью. Среди американской молодежи уже каждый пятый гей, лесбиянка, трансгендер или еще не определился, в какую партию вступить. Количество взрослых американцев, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ, за последние 10 лет удвоилось с 3,5 до 7,1%. Среди тех, кому сейчас от 19 до 25 лет, их количество увеличилось с 10,5 до 20,8%. В американском бизнесе выросла целая ЛГБТ-индустрия, где то, что раньше было только для взрослых, теперь и на любой возраст. В книжном магазине под радужным флагом специальный отдел детской литературы про это. Вот типичный пример, история о непростом взрослении мальчика. Я узнал, сообщает он на первой странице, что у моего папы тень синего цвета. И вообще у всех членов моей семьи тени синие. Но здесь явно обыгрывается второе значение английского слова blue. Не только синий, но и грустный. А в противовес ему веселый. По-английски тоже слово с двойным значением, а именно гей. И вот мальчик узнал, что его тень другого цвета. Розовая. Она любит пони, розовые игрушки, сказки про принцесс. В общем, все, что так и написано, как бы не для мальчиков. Дальше сложная история взросления через тернии к звездам. И в финале книги мы видим, как мальчик сидит на кровати с усатым дядей в юбке. Видимо, это как бы хэппи-энд. Для уроков полового воспитания выпускают мультики, где в игровой форме рассказывают, например, о полной радости жизни трансгендеров. И о том, кому обращаться, если надоело быть мальчиком или девочкой. После консультации вас могут направить к эндокринологу. Это врач, который специализируется на гормонах и может назначить блокаторы полового созревания тем, кто этого хочет. Это лекарство остановит перемены в вашем теле. В консервативной Флориде законодательно попытались запретить обсуждение вопросов половой жизни на занятиях в детских садах и в младших классах школ. Либералы категорически против. Таких детей стыдят и унижают, но для многих именно школа была спасением. А теперь политики делают школу ужасным, небезопасным местом для детей ЛГБТ. Они ведь и так очень ранимы, как теперь они будут учиться. На митинги вышли даже сотрудники студии Дисней. На волне протеста там всерьез говорят о том, что долю ЛГБТ-персонажей в мультиках стоит увеличить до 50%. Власти только за. Минздрав США выступил с предложением из бюджета оплачивать подросткам операции по смене пола. А если мама с папой против, лишать родительских прав. Это абсолютное безумие. Мы не разрешаем детям водить машину, пока им не исполнилось 16. Они не могут голосовать до 18 лет. Да у тебя нет права даже пиво купить, если тебе нет 21 года. А теперь мы позволим несовершеннолетним делать операции по смене пола, которые изменят их жизнь навсегда. Палм Спринг с трансгендером теперь платят пенсию за то, что они трансгендеры. До 900 долларов в месяц. Если эксперимент маленького калифорнийского городка признают удачным и внедрят по всей стране за паспортами с буквой «Экс», наверняка выстроится солидная очередь. Георгий Лисашвили, Максим Гатаев, Виктор Аверин. Первый канал. США. Возвращение домой. В Эрмитаж наконец доставлены картины, которые неделю назад были задержаны в Финляндии, якобы из-за нарушения режима санкций. Экспонаты выставлялись в Италии, но на российско-финской границе транзитные машины задержали и запросили разъяснение Еврокомиссии. Ситуацию пришлось разрешать российским дипломатам и федеральной таможенной службе. И ценный груз удалось вернуть в Петербург. Чуть позже часть произведения искусства отвезут в Москву, в Третьяковскую галерею и в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. На этом все. Следите за временем, оставайтесь в курсе событий. А сейчас в эфире Первого канала продолжение фильма никто не узнает. Субтитры создавал DimaTorzok